В это раннее утро вас рада приветствовать рубрика по вашим письмам. Задавали вопрос, пришло время послушать ответ. Читаем письмо от Гульнары. Мы живем в микрорайоне Ива. Дорогу построили уже давно, а автобусы из города так и не пустили. Кроме 38-го автобуса к нам больше ничего не ходит. Подскажите, пожалуйста, планируется ли открыть какой-нибудь маршрут до нашего микрорайона? Ответ на ваш вопрос, Гульнара, думаю, будет интересен многим жителям Костарева, Ивы и Архиерейки. Послушайте, что нам ответили. В планах такой маршрут есть, рассматриваются разные варианты. Проблема заключается в том, что нет разворотной площадки, которая бы соответствовала требованиям безопасности. Вот Архиерейки сейчас, она совершенно таким требованием не удовлетворяет и требуется в реконструкции. То есть, как только будет такая техническая возможность, сразу будет организован маршрут в городе. Еще на один вопрос успеваем ответить, его нам задает Иван. В декабре прошлого года я продал свой автомобиль. Скажите, нужно ли мне предоставлять документы в налоговую? Иван, в вашем случае все зависит от того, сколько лет проданный автомобиль находился у вас в собственности. Сейчас объясним подробнее. В случае, если реализуемое имущество находилось в собственности менее трех лет, то у платежщика возникает обязанность по представлению декларации. Если этот автомобиль находился в собственности более трех лет, то налоговую декларацию сдавать не нужно. Пишите и вы нам, постараемся ответить на каждый вопрос. Адрес электронной почты утрособакарифи.ру Информационно-справочная служба 263300. Абонент Утро. А я Светлана Латханезе, желаю вам удачного дня. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова